Сегодня в гостях улоблог Голдобин Антон, в прошлом наладчик станков с ЧПУ, а сегодня дизайнер интерфейсов и фронт-энд разработчик. За 4 года Антон отработал почти в десятки компаний и сейчас трудится в ClearScale в США в Силиконовой долине на удаленке, используя актуальный и современный стэк Vue.js, React.js, Angular.js, Ember на фронт-энде, а также Non.js и Express на бэк-энде. Сразу ставь лайк, чтобы мы чаще приглашали крутых разработчиков интерфейсов. Антон, привет. Привет. Ты работаешь дизайнером удаленно на американскую компанию. Да, и не только дизайнером. Вау. Да. Расскажи, как ты попал туда. Ну, как ты уже сказал, что я дизайнер и фронт-энд разработчик. У меня опыт, наверное, в дизайне около пяти лет, в дизайне интерфейсов, и во фронт-энде около трех, наверное. И во фронт-энде я пишу на Vue.js, на React.js и с недавней поры на Ember и Angular. Так получилось, что у меня просто зацепился взгляд за вакансию в Headhunter, потому что ребята искали дизайнера, который умеет делать всякие штуки по фронт-энде и, как ни странно, знает еще немножко бэк-энд. И так получилось, что я немножко знаю бэк-энд, я делал свои личные проекты, и это получилось так, будто это прям писали с меня, с моих навыков. Я откликнулся, но особо, конечно, не надеялся, но мы не перезвонили, и буквально меньше, чем за неделю мы провели четыре собеседования и меня взяли. На английском языке было собеседование? Три собеседования было на русском и четвертый на английском. Вау, то есть сначала ты на русском сговаривался? Да. Не так стрессово. Да, да, все было хорошо. Окей, хорошо. Ну, давай расскажи вообще, как ты в тему эту попал, в IT и дизайн, и фронт-энд. Конечно, интересно послушать твой путь. Да, хорошо. Вообще, изначально я хотел стать программистом в школе. Я прям сдавал информатику на ЕГЭ для этого. Ну, так получилось то, что меня не взяли ни в один институт. Я решил пойти в колледж на программиста. У нас не хватило одного человека. Нашу группу расформировали. И в итоге я… У меня единственное образование – это красный диплом наладчика станков в ЧПУ. Я, в общем, специализированный заводской рабочий. За это время я разочаровался в заводе. Я поработал графическим дизайнером. Я делал различные штуки, аксессуары для дальнобойщиков. То есть это была большая фирма, которая делала вот эти вот дурацкие… Как это называется? Не жалюзи, а шторки. То есть, наверное, все видели. Да, с этими надписями «Вася» или «Скани», что угодно. То есть вот это все я знаю, как это делается. И я, можно сказать, весь процесс делал сам. Я работал в сетевом маркетинге. Я работал художником в ритуальных услугах. Я гравировал на камнях разные портреты. То есть у меня был свой гравировальный станок. И я в фотошопе ретушировал фотографии и все это запускал на станке. Сам поднимал эти камни, сам их снимал. В общем, да. Короче, чего только у меня в жизни не было. Ну и также из сетевого маркетинга я взял знание то, что сетевый маркетинг – это не очень хорошо. И типа как строить бизнес. То есть там есть такие классные идеи, из которых можно просто отрезать сетевой маркетинг и масштабировать на другие бизнесы. Я открыл свою маленькую сеть пончичных и кофе с собой у себя в Челнах. Да, я, кстати, из Татарстана, с набережных Челнов. И мы проработали так около двух, двух с половиной лет. И после этого я переехал как раз в Питер и начал просто с чистого листа войти. Ну, то есть ты два года был бизнесменом, предпринимателем. Да. Как тебе этот вопрос? Да, кстати, очень интересный вопрос, потому что вот сейчас, глядя назад, я считаю, что, ну, тогда вот я думал, что много денег может зарабатывать только человек, у которого свой бизнес. И то, что все те нервы именно от того бизнеса, от того, что тебя подводят люди, это цена за то, что ты получаешь много денег. Но на самом деле есть IT, в котором у тебя нет нервов, нет каких-то проблем, и ты получаешь еще больше денег. И то есть если бы я об этом знал, я бы сразу сюда всеми правдами и неправдами попал. Хорошо. Как ты попал в Петербург и зачем? Классно. Это тоже очень интересная история. Вообще, у меня очень много интересных историй. Я даже не знаю, как это все так сократить, чтобы мы успели. Дело в том, что у нас бахнул кризис в Челнах. У нас есть завод КАМАЗ. Наверное, все знают. И Набережная Челнинская туалетная бумага. Две наши достопримечательности. И, в общем, КАМАЗ перевел всех людей на трехдневную рабочую неделю. И, получается, почти у всего города не было денег после этого. Естественно, люди перестали покупать. Все мои друзья, знакомые, у которых были свои бизнесы, все жаловались на то, что люди просто срезались. То есть никого не было. И я решил, что, наверное, на этом нужно заканчивать. У меня был еще маленький мясной отдел. Я его продал. Свои пончики я решил закрыть, чтобы там, можно сказать, это было как мое детище. И я не хотел, чтобы кто-то его в итоге запорол. И потом, что пускай оно тихо умрет, чем там растет какими-то дурацкими слухами. Взял эти деньги и решил переехать с девушкой в Европу. Не переехать, путешествовать. Просто там проехаться по странам. Это как для обычных областных людей. Они меня поймут, что это реально может быть мечтой прям всей жизни. Съездить в Европу, прокатиться и вернуться назад. Для этого я решил приехать в Питер, здесь сделать визу и чуть ли не автостопом поехать. Но визу мне здесь не дали. Я пробыл здесь две недели. И за эти две недели мне так здесь понравилось, что мы решили просто взять эти деньги и прожить на них вот здесь. И вот за эти… Нам хватило на три месяца. И за эти три месяца мы как раз освоились, нашли работу. И вот постепенно вот так вот началось. И так я здесь. Сколько уже в Питере? Так, в Питере я, наверное, года четыре или пять. Около того. Окей, то есть в Питере у тебя началась история, связанная с фронтендом и дизайном, правильно? Да, да. Сколько ты за это время успел сменить место работы? Расскажи. Да, всего, наверное, рабочих мест было у меня восемь или десять. Где-то около того. Почему так много? Нет, я не тот чувак, который работает на работе три месяца и потом сваливает на новую работу. У меня долгое время были рабочие отношения с несколькими компаниями, параллельно с которыми я просто постоянно брал удаленку. То есть я всегда работал там по 12, по 16 часов в день, потому что, ну, если честно, я просто дорвался до денег. Я типа, мне было интересно, сколько я максимально смогу заработать здесь, потому что моя зарплата как на заводе, как стажера была 3000 рублей. Здесь я первый, так, где-то через полтора года, когда я начал отработать по 12-16 часов в нескольких мест работах, я получал типа до 200 тысяч. Я просто не понял, типа, почему это так работает? Почему столько много денег платят айтишникам и так мало платят рабочим там докторам или учителям? Давай еще раз, ты начинал именно с вак-дизайна, да? Да, так получилось, что я приехал сюда. А, да, почему я вообще начал в IT все пытаться попасть? Потому что у меня здесь был знакомый, есть, нет, уже нет, он переехал. И он работал в IT. Он нас принял на первое время для визы. И он рассказал, что он получает, работая разработчиком, 100 тысяч. И вот для меня, только что приехавшего в Питер, это были просто бешеные деньги. Это было ненормально. У меня, как у бизнесмена с сети, было один раз за все время, у меня осталось 60 тысяч на руках. И это было просто бомбически. А тут человек получает 100 тысяч за 8 часов работы. Я спросил, а как я могу вообще туда попасть? Что мне нужно сделать, чтобы тоже столько получать? И он сказал, ну, попробуй тоже попрограммируй. Я попробовал попрограммировать. У меня не получилось. Я вообще не понимал, как это работает. Мне все это не складывалось. И в итоге мой товарищ махнул на это рукой и сказал, слушай, у нас еще в IT дизайнеры тоже есть. И, в принципе, ты занимался дизайном, ты можешь попробовать дизайн. И я заинтересовался и просто начал раскидывать резюме везде, где только можно. Я, то есть, наверное, компаниям 40, может быть, 60 отправил свой резюме. Я вообще не смотрел, кого они ищут, джуниора или синера. Я просто кидал, потому что авось. Потому что я не хочу заранее решать за себя, подхожу я им или нет. Пускай решают именно работодатели. Потому что вдруг у них сейчас такое дело, что внезапно проект появился, мне не хочется создавать новую вакансию, и они заодно и меня туда попадут. В итоге за две недели у меня было очень много отказов. Я делал очень много тестовых заданий, но мне помогло то, что эти тестовые задания я закидывал себе в портфолио и просто тихонечко ими обрастал. И я наконец решал… Какого рода это были тестовые задания, например? Ну, в основном это были чуть ли не сделай дизайн всего приложения. Вот сейчас я знаю, что это прям оверхед, и такого делать не надо. То есть нормально для тестов заданий это один-два экрана. Этого достаточно, чтобы понять, насколько человек разбирается, насколько человек хорошо может делать дизайн. Но в то время я делал прям целое приложение, под десяток экранов все это сдавал, обламывался от того, что я не подхожу. И в итоге вот меня взяли вводсорс-компанию, в которой я проработал первые полгода. Так получилось то, что я был единственным дизайнером на проектах восемь. И каждый проект был прикреплен к программисту, и эти программисты все это время делали. И то есть мне нужно было бежать и, грубо говоря, рельсы ставить перед восьми поездами. То есть я сначала сделаю два экрана в один проект, пока этот человек занят, я бегу в другой проект. И из-за этого у меня очень быстро поднялся скилл, потому что я работал в абсолютно разных сферах. Я делал презентации и приложения, и веб-сайты. Ты одновременно с этим как-то учился? За счет чего скилл поднимался? Просто за счет проб ошибок? Да, проб ошибок. Или ты еще какие-то уроки смотрел? Нет, я вообще ничего особо не смотрел. Разве что на чужие работы, на дрибле и на бихенс. И всем начинающим дизайнерам советую это делать, потому что старайтесь равняться на добившихся успеха. То есть буквально можно копировать то, что тебе понравилось? Да, вот у меня ни разу не получилось скопировать так, чтобы это получилось похоже на то, с чего я беру. Но в этом вырабатывался мой личный стиль. У меня получалось что-то свое, и в этом как раз и прелесть этого всего. Ну и плюс при повторении дизайнер просто запоминает разные паттерны, как можно делать, и потом он может это чуть-чуть изменять, переиспользовать, и разработка пойдет очень быстро. Круто. А в чем ты работал? Photoshop? В самом начале, да, я вообще не знал, что дизайнеры интерфейсов работают в каких-то других программах. Для меня единственная программа, вот реально единственная программа для всех каких-то дизайнов растровых, это был Photoshop. Окей, вот эта работа с бегущими поездами, дальше что было? Ну, как тут сказать лучше? На этой работе с поездами меня в итоге кинули, то есть мне предложили 50 тысяч, и в итоге я ни разу 50 тысяч не получил. Я получал всегда половину. Мне постоянно обещали, что берут. А ты верил, что получишь? Да, конечно, я видел, что компания проживает такие тяжелые времена, и как только мы сейчас поднимемся, мне сейчас все выплатят. Но потом я начал постепенно понимать, что это не у компании проблема, это такая стратегия найма людей. В итоге я все бросил и перешел в компанию. Это была компания со своим B2B-сервисом, то есть они искали сами клиентов для своего сервиса. Этот сервис контролировал мерчендайзеров, грубо говоря, чтобы разные компании могли онлайн следить за своими мерчендайзерами, что они действительно выходят на работу, что они действительно делают все, что им нужно. И вот вокруг этого всего я крутился. И здесь как раз начался мой путь фронтендера, потому что там был agile, там были скрам-команды. Скрам-команды — это бас-фактор. Могу рассказать, если я говорю. Это такое, как бы так сказать. В общем, каждый человек должен уметь работать сразу в нескольких направлениях. То есть он должен, ну если говорить обо мне, он должен делать дизайн, он должен делать какую-то верстку, фронтенд, тестировать для того, чтобы если что-то случится с одним из коллег, то я смогу выполнить его работу. И так же с остальными. И в этом как раз так работает скрам. В том, что делаются короткие итерации, и разработка никогда не останавливается. Сколько было человек в команде? В среднем около пяти. То есть ты пришел, и тебе сказали, что, Антон, теперь тебе надо будет уметь больше, чем ты умел раньше. Да, да. Сказали, ну было бы, конечно, здорово, потому что нам нужна в этом помощь. Как ты учился фронтенду? Да, вот фронтенду я начал учиться через код академии, или код академии, понятия не имею. Я прошел бесплатный курс по JavaScript, и после этого начал постепенно развивать в проекте. Далее наш проект начали переводить с рельс на Vue.js, и вот там как раз меня закинули, чтобы я обучался. И вот на этом я прям начал понимать, как вообще работает SPA, на чем это… Что значит «закинули», чтобы ты начал обучаться? У нас… А, меня закинули. Ну, чтобы научиться, нужна в любом случае практика. С одной теорией ты быстро забываешь все, что ты выучил. Тебе обязательно нужно всегда пробовать, пробовать, повторять одно и то же, и со временем оно прям как-то в подкорке остается. То есть тебе дали часть проекта, где ты должен был уже писать на Vue? Да. Сначала я просто помогал разработчикам. Потом некоторые разработчики уволились, и так постепенно шло к тому, что я уже на какой-то части работал один, и я делал… Ну, у нас были очень такие сильные перемены, то, что я делал большой редизайн всего этого проекта, и одновременно мы это как раз переводили на Vue, одновременно редизайн дня. Вот. И, получается, я дизайнил, верстал и сразу же писал логику. И так продолжалось около двух-двух с половиной лет. То есть ты работал, одновременно с этим получал знания новые, тебе еще денег платили, учился. Вообще круто. Это прям удивительно. Вторая штука, из-за чего я удивляюсь IT, это действительно то, что ты учишься чему-то новому, тебе прям интересно этим заниматься, и тебе за это еще платят. Это как институт, но в котором тебе интересно, и тебе платят. Вот. И я, ну, возможно, многие со мной не согласятся, но я противник высшего образования. Единственный вариант, ну, единственный раз, когда я пожалел, почему у меня нет высшего образования, это потому, что оно нужно для получения блюкарт для переезда в Германию, чтобы работать. Вот без этого высшего образования тебе прям туда доступ закрыт. Ну, окей, хорошо. Эта компания мечты классная, тебе уже понравилась. Дальше еще где-то работал перед американцами. Ну, да, получается, вот параллельно с этой компанией я начал как раз брать много-много удаленных. Нет, это был даже не фриланс, это были прям проектные работы, с которыми я определенное время работал. Как ты их наградил? Я начал обрастать знакомствами. Люди, когда искали дизайнера, писали мне из-за этого, потому что я был первый, кого они вспоминали, так как мы, допустим, с кем-то работали вместе, где-то пересекались, и потихонечку действительно этот вот social network начал развиваться. А можешь подробнее рассказать, что ты имеешь в виду? Это общение на работе или ты еще какие-то конференции посещал? Я посещал конференции, но лично мне, возможно, многим это дает, лично мне это ничего не дало особо. То есть знакомства новых я особо не получил. У меня как раз все развивалось с работы. То есть у тебя есть коллеги, коллеги увольняются, у них какой-то появляется проект, им нужен дизайнер, они пишут тебе то, что вот, может быть, хочешь вписаться и типа поделать что-то вместе. Или бы коллеги, которые до сих пор с тобой работают, и у них есть свой проект второй, свои заказчики, и они подтягивают тебя туда. И через них там уже идет, получается, тот заказчик, в случае, если у него появится другой проект, он тебя уже подтянет. И вот это прям прекрасно работает, очень здорово, когда ты всегда кому-то нужен. А как ты можешь объяснить этот феномен, что ты так многим нужен? Я имею в виду, ты настолько крутой профессионал, или ведь у тебя уже еще не было такой большой опыта. То есть ты действительно круто умеешь общаться, или ты как-то целенаправленно там дружил с ребятами? Я бы сказал, что на тот момент у меня не было особо ничего. Я не был особо конкурентоспособным, я был, в принципе, обычным. То есть я был неплох, я мог выполнить свои задачи, но я не был сверхординарным каким-то. Я не специально дружил с людьми, просто у меня... Но ты общительный? Да, я очень общительный. Я раньше был такой необщительный, обидчивый, сейчас я очень общительный и позитивный. Мне прям нравится общаться. А как это случилось? Перемена? Да, это тоже интересная длинная история. Но если коротко, то я как-то увидел со стороны, как это выглядит, и понял, что я не хочу таким быть, и начал над собой работать. Постепенно было тяжело, но потом почему-то я перестал замечать того, что я меняюсь. И вот уже со времен школы я такой, какой есть. Да, и вот, я просто дружил с людьми, просто с ними общался, не было какого-то корыстного умысла. Потому что, когда ты дружишь с людьми, на работе это намного приятнее работать. Тебе больше помогут, тебе всегда пойдут навстречу, закроют глаза, может быть, на какие-то косяки. То есть это здорово. Окей. Хорошо. Американская компания. Да. Давай подведем итог. Когда ты отзывался на вакансию, кратко, что у тебя было в портфолио, что было в твоем резюме, сколько лет опыта работы, сколько мест, что еще было важно, по-твоему, что взяли именно тебя? Так, ну да. В американской компании я работаю около 9 месяцев. И, можно сказать, это примерно я имел то же самое, что вот сказал в самом начале. То есть где-то около 5 или 4 лет опыта в графическом дизайне, ой, дизайне интерфейсов, опыт в графическом дизайне и 2-3 года опыта на Vue.js. Ну и чуть-чуть ноды, само собой. И у них в проекте никогда не использовался Vue.js. В основном это был React. Но они, видимо, заметили во мне потенциал. Ну плюс перейти с Vue на React или с Vue на Angular это не очень сложно, потому что Vue очень похож вот на эти два фреймворка. И очень удобно как раз с него начинать. Вот. И спокойно, действительно, без проблем я пересел на React. И все. Ничего устраивать. Давай немножко расскажем про то, как происходили собеседования. Ты говоришь 4 или 5 раз вы созвонились. Да, да. Ох, я сейчас даже не вспомню, что именно было. Наверное, какое-то одно забуду. В общем, первое, это само собой, был звонок с HR, где просто был общий разговор о том, что мне нужно, что им нужно от меня. после этого меня перевели. Ну, мне сказали, что вот, на следующей неделе мы проведем следующее интервью. Если ты понравишься. Типа, я тебе еще напишу, но если не напишу, то значит, ты не понравился. Но жди неделю. Я такой, окей, хорошо. Ну, мне, в принципе, терять было нечего. Я как работал, так и работаю. Мосты я не сжигал. В итоге проходит один день или наступает следующий. Не знаю. Мне сразу звонят, говорят, что да, слушай, все нормально. Давай запишем новое с тобой интервью, следующее запишем тебя. Наверное, сегодня. Я такой, хорошо. Все повторилось. По-моему, это было уже техническое. А может быть и нет. Вот у меня прям вообще все перепуталось в голове. После этого. Та же самая ситуация. Через неделю мы тебе перезвоним, если не понравится. А техническое интервью, ну, допустим, если это уже было оно, там как проверяли уровень твоих знаний? Какие-то задачки были? Кстати, на самом деле, это было самое легкое техническое интервью из всех. Можешь вспомнить примерно, по сути, какие вопросы были? Ну, меня попросили рассказать вообще о моем опыте и какой у меня стэк, на чем я работал. В принципе, так. То есть не было логических каких-то задач, которые нужно было решать. Именно были вопросы по тому, что я умею. А ты показывал как-то код, там, гитхаб, не знаю, что-нибудь? Вот, по-моему, гид я скидывал. Но это не точно. Я точно скидывал свою портфолио дизайнера, потому что в первую очередь они искали дизайнера, который умеет еще дополнительно разные вещи. Но вот портфолио мое они видели. Это прям сто процентов. Ну вот, ну суть в том, что каждое собеседование, они говорили, что через неделю будет, но мне вот очень понравилось, кстати, это было очень приятное воспоминание о компании, то, что все мы провели за четыре дня или за пять дней. То есть вроде как должно было там чуть ли не месяц идти, вот эта вот бюрократия и так далее. Но нет, когда они действительно заинтересованы, они просто прям быстро-быстро-быстро тебя провели, за ручку все сделали. Ты чувствовал, что и ты им нравишься? Да, я чувствовал. Но мне кажется, что они сами по себе такие, что они действительно приятные ощущения вызывают. То есть очень приятные люди. Прикольно. Это были русские, которые живут в Америке? Так, были русские, которые живут в Америке. Да, были русские, которые не живут в Америке, потому что у нас разработчики действительно по всей планете разбросаны и все работают на удаленке. И из-за этого, поэтому карантин я не заметил. То есть я как работал дома, так и работаю. Ну окей. Хорошо. А давай еще вспомним, как звучала все-таки вакансия. Это был HeadHunter, да, по-моему? Что было вакансии? Примерно какая зарплата там уже была указана? Так, зарплата. Не могу сказать. Вроде как не могу, какая там была указана. По-моему, мне нельзя такое говорить. Но могу сказать, что вот сейчас я получаю, ну с самого начала, как я туда попал, примерно в два или чуть больше раз, чем обычный дизайнер интерфейсов в России. В России тоже можно очень хорошо зарабатывать на веб-разработке. Сейчас узнаешь как. По данным HeadHunter, зарплаты веб-разработчиков в России в 2020 году достигли значения 250 тысяч рублей в месяц и даже выше. С приходом пандемии огромное количество компаний были вынуждены уходить в онлайн. А это значит, что спрос на эти специалистов, умеющих создавать для этих компаний веб-интерфейсы, будет продолжать расти еще сильнее, чем когда бы то ни было ранее. Но есть и плохие новости. Вследствие мирового кризиса безработица достигает своего пика. Огромный поток людей, потерявших прежние места работы, пытаются войти в отрасль веб-разработки. Конкуренция уже выросла в несколько раз. А это значит, что на работу будут брать только лучших. Еще одна плохая новость заключается в том, что обучающих веб-разработке школ становится так много, что уже и непонятно, как выбирать. Я считаю, что сделать правильный выбор можно, если провести грамотный анализ. Обратите внимание на возраст компании, ее репутацию, отзывы, судьбу выпускников, качество контента, экспертность преподавателей, ну и время обучения. Оно должно быть разумным. Проведем такой анализ на примере нашей школы Love School. Лоублог, с которого началась история нашей компании, был основан в 2012 году. Таким образом, мы на рынке уже более 8 лет. В 2019 году Love School занял первое место в рейтинге площадок дополнительного образования в IT по результатам исследования моего круга на Хабре. Мы заняли первые места в категориях «Практическая польза школ», «Фронт-энд», «Новая профессия» и «Программа обучения». Love School ежегодно выпускает более тысячи обученных IT-специалистов, и их отзывы и истории трудоустройства доступны в наших социальных сетях. Так что вы с легкостью сможете проверить их достоверность, связавшись с любым из авторов. Сегодня выпускники Love School присутствуют практически во всех больших IT-компаниях России. Один из наших учеников в течение нескольких лет работал в Apple, а сейчас перешел в Tesla. В Love School есть бесплатные видеокурсы. Вы можете начать с них, чтобы убедиться в качестве контента. На платном обучении все еще более круто и еще более на высоком уровне. Личный наставник, дружеская атмосфера, забота и внимание. Но если вам вдруг что-то не понравится, то мы без проблем вернем деньги. Все наши наставники и преподаватели работают в IT-компаниях. Это принципиально важный момент. У нас работают в софтвар архитект из Яндекс, разработчик Battlefield и Minecraft из Швеции, Team Little, Ruah Merlin и многие другие. Наши интенсивы длятся в среднем по 5 недель. После любого из них вы уже готовы трудоустраиваться. Что касается гарантий, то они у нас есть. Но именно гарантировать трудоустройство мы можем только отличникам и хорошистам, прошедшим обучение по профессии. А это уже 6 месяцев обучения. Здесь отмечу, что чудес не бывает. Если вы хотите гарантий, придется выделить время и силы. Обучение достаточно интенсивное. Его можно совмещать с работой и учебой, но вкладываться придется по максимуму. Ну и приятный подарок. По специальному промокоду можно получить скидку на любой продукт LoveSchool. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Ну, то есть это больше 250 тысяч. Я не скажу. Вот такое вот мне уже нельзя говорить. По идее. Ну, хорошо. Так, чем разработчики интерфейсов в Москве и Петербурге? Я не знаю по поводу Москвы. Я по Питеру сужу. По Питеру? Да. Окей, все. Тогда я думаю, кто хотел. Да, я работал в Москве, ну, потому что возвращаясь прям конкретно назад, потому что когда я работал в МСТ, ну, это вот та самая B2B, тот самый B2B сервис, я как раз в основном работал с московскими компаниями. И то есть поэтому была удаленка, и это, мне кажется, чуть-чуть веса добавило в мое резюме. Да, круто. Это здорово. Хорошо. Тем не менее, как вакансия называлась? Не помнишь? Frontend разработчик или дизайнер? Дизайнер интерфейсов. Дизайнер интерфейсов. И там в описании уже был React, да? Да, там был React, JavaScript, HTML, CSS, Node.js. А по поводу дизайна, что было? Что пишут в таких вакансиях? Как понять, что там требуется еще какой-то художественный background, скажем так? То есть, там, не знаю, знание фигмы с... Фигмы, скетч — это прям must-have. Это тоже было вакансия. Возможно, это писали, но на самом деле это даже нет смысла писать, потому что, ну, все через это работают. Ну, окей, круто. Просто я предполагаю, что нас много смотрят ребят, кто фронтенщики, то есть это большая часть нашей аудитории, и, возможно, они думают о том, что, вау, интересно, многие слышали, и у нас даже стали появляться конференции, митапы, где дизайнеры и фронтенщики вместе. Вот. То есть, в каком направлении надо двигаться фронтенд-разработчику? Я знаю, что мы с тобой хотели это в конце обсудить, но вот сейчас, мне кажется, самое оно — программист, фронтенд-разработчик. Как ему вот в сторону UI переключиться? С чего начать? На самом деле, вот я сейчас, конечно, чуть со своей колокольни смотрю. Я чуть-чуть увидел, как это быть фронтендером, и вижу. Я думаю, что с фронтенда перейти, ну, не перейти, а добавить себе скилл дизайнера намного легче, чем дизайнеру добавить скилл фронтендера. Потому что, ну, я много где рассказываю, то, что чтобы стать дизайнером интерфейсов с подсказками от каких-нибудь опытных ребят, нужно две недели, наверное. И вы сможете найти свою первую работу. Для того, чтобы стать хотя бы верстальщиком, ну, мне бы, наверное, понадобилось около месяца полтора. Возможно, я просто тупой, я не знаю. Но мне бы вот месяца полтора нужно было, чтобы хотя бы в верстку начать. Это даже не фронтенд. То есть там слишком много разных вот. Ну, то есть тем, кто уже знает там тоже вью-реакцию, легче будет доточить скиллы какие-то. Да, да, прям очень. А насколько нужно обладать художественным видением? Так, дизайн интерфейсов. Вот опять, лично мое мнение, не надо в меня тапками кидать. То есть я считаю, что вообще ничего не нужно. То есть у меня есть художественное образование, у меня есть бэкграунд графического дизайнера. Но для дизайнера интерфейсов это в принципе… Ну, оно, конечно, будет большим плюсом, огромным плюсом, который тебе даст продвинуться чуть-чуть быстрее. Но ты можешь стать дизайнером интерфейса без всего. Если ты вообще даже не любишь рисовать. Да, то есть реально тебе никогда не понадобится рисовать. Вот тут вот прям… То есть логотипы ты не рисуешь? Я рисую, потому что у меня есть бэкграунд графического дизайнера. В принципе, я делаю вообще все. Блин, самолюбленно прозвучало. Ну ладно. В общем, суть в том, что у меня слишком покидала жизнь по разным местам, что я уже попробовал многие вещи. А что я не пробовал, в принципе, можно быстро выучить. И, наверное, это качество как раз и нравится компаниям. Ну, создается такое впечатление, что ты быстро учишь новые вещи, шаришь. Ну, сейчас, да. Вначале было вообще не так. Вначале было сложно. Хорошо. Давай тогда к компании вернемся. Да. Как началась твоя работа на удаленке? То есть, я так понимаю, все-таки ты привык ездить в офис. Тут тебе надо увольняться и сидеть дома, работать. Ну, как привык? Получается же, я все это время работал на удаленке. Ну, то есть у меня же, получается, две всегда одновременно работы были. То есть моя фуллтайм и удаленка. Поэтому просто вечерний удаленка стала дневной удаленкой. И при этом вечер у меня стал свободным, и это было суперкруто. Но иногда скучно. А, ну, соответственно, то, о чем ты говорил мне, ребята, может быть, не знают, перейдя на американскую компанию, ты отказался от вот этих вот других проектов. Да, да. У тебя появилось свободное время. Да, у меня появилось свободное время, потому что, ну, вот, я все время гнался за деньгами. Я все время пытался, как я уже сказал, узнать, сколько максимально я могу заработать. И вот такое ощущение, что вот здесь я прям достигнул своего потолка. В IT нет зарплатного потолка, ты можешь получать вообще сколько угодно. Прям не знаю, где это закончится. Но вот мой нынешний уровень как-то меня успокоил. Я прям успокоился, начал спокойно работать на одной работе, не стараясь нахватать что-то еще. Ко мне приходят люди, ну, с которыми я раньше работал, с просьбами помочь. Я помогаю не из-за того, чтобы я хочу заработать, а из-за того, что иногда им просто некомпетит. Угу, понял. Я опять самовлюблен на просмещу, мне кажется. Ну ладно, ну ладно. Работа дома тебя не утомляет? Все меня к этому готовили. Все готовили к тому, что работать в одной комнате, где ты живешь, очень плохо. То, что ты постоянно чувствуешь, что ты на работе. У меня такого нет. То есть мне прям комфортно, мне хорошо. Я думал, что со временем придет. Прошло 9 месяцев. Не знаю, еще. То есть ты работаешь исключительно дома? Коворкинги, кафе, что-нибудь такое? Я хотел попробовать, а потом что-то мне так лень стало. И я решил продолжить дома. Ну, как, я купил себе монитор, я купил себе клавиатуру с мышкой отдельно. Я просто получаю свой ноут. Ну, у тебя дома комфортное рабочее место, по сути. Да, да. Сначала я просто на ноуте сидел и работал. И понял, что для дополнительной работы это ок. А вот если ты целый день так сидишь, то не очень. Окей. Девушка, с которой ты переезжал, она еще с тобой? Нет, уже нет. Я все, я сейчас одинокий и только работаю. Окей, но ты лютый трудогорик. Я просто представляю, если ты работаешь весь день и вечером, то есть девушки хотят внимания довольно много. Сейчас на самом деле я не знаю, потому что коронавирус. И я немножко паранойю, и поэтому я общаюсь только со своими друзьями. И вот то, что я здесь, это прям для меня рискованный шаг. Сидите дома. Хорошо, согласен с тобой. Давай двигаться дальше. Чем занимается компания? Класс. Так, чем она занимается? Это у нас партнер Amazon. То есть одна из немногих премьер, как же это называется, премьер-партнер, по-моему. В общем, это такой некий статус у компаний, у сервисных компаний, которые делают определенный оборот с помощью Amazon сервисов. Делают оборот на каких-то заказах, по-моему, от Amazon. Я, вот, теперь в мою сторону полетят тапки с моей компанией, но вот все, что мне говорили, у меня прям чуть-чуть из головы вылетело. Да, не парься, нормально. Да даже больше интересно узнать, чем ты занимаешься конкретно. Так. Когда? А, да, в компании. Я работаю как графический дизайнер, как дизайнер интерфейсов, как фронт-энд-разработчик и почти как бэк-энд-разработчик. То есть я был близок, мне оплатили курсы, чтобы я прошел курс по ноде экспрессу и GraphQL, чтобы все это нормально, типа, крутить и вертеть. У меня было место, где я смогу попрактиковаться, но этот проект, прям вот, когда я прошел этот курс, этот проект заморозили. И меня перекинули в другой проект, где бэк-энд мне не дадут. Так что, вот, немножко обидно, что я не смогу практиковаться. Но все впереди еще. Да, но ребята прям парятся по этому поводу. И я знаю, что они в самый удобный момент меня закинут куда-нибудь в бэк-энд. Окей, а что за продукт? Так, ну это сервисная компания, как я уже сказал. То есть, грубо говоря, это поддержка, миграция разных сервисов других компаний. То есть к нам приходят, и мы помогаем мигрироваться, допустим, на Amazon сервис. Ага, понял. А с точки зрения дизайна, ты там какие-то интерфейсы рисуешь, да? Это что-то типа админок или что-то? Вот, лично я рисую интерфейсы прям в веб-приложении. Вот, так что, да, видимо, веб-приложении мы тоже делаем. Ну а что это, что это примерно, как это выглядит? Ну просто так, в целом, это какие-то UI-элементы, формы, что это? На самом деле, что угодно. То есть, как дизайнер интерфейсов, я прям делаю весь дизайн. Иногда я его не делаю, а сразу редизайню на ходу в коде. То есть я просто делаю фичу и одновременно сразу ее стилизую, как мне нравится. Это примерно как код для меня, даже IDE-шка идет в роли какого-то графического редактора. Да, это прикольно. Я его просто смотрю и сразу, типа, поправляю, и оно остается там навсегда. А чем кодишься к IDE? Где скот? Всем советую. Ну, то есть, когда ты сам дизайнер, тебе, по сути, не нужен уже там фигма, ты просто открыл этот, пишешь, так же и раскрашиваешь, все делаешь. Да, в большинстве случаев я так и делаю. Я делаю отдельно дизайны в скетче или в фигме, только когда есть, допустим, заказ от заказчика, и им нужно посмотреть перед тем, как платить за время разработки. То есть, чтобы узнать, что действительно я их правильно понял, что так ли они представляют. Для этого я делаю прям отдельный дизайн, закидываю им. И чаще всего получается, что я кидаю, получается, превью, ну, примерно идеи. Они подтверждают, я ее реализую, и дальше уже продолжаю в том же стиле. И всем нравится. Окей, ну, в целом все понятно. Я думаю, что интересно было бы узнать, все-таки ты много с кем поработал в России, сравни, американская компания и российская. Что отличается? Прям что тебе, ты подумал, вау, здесь вот совсем по-другому. Так, хотел бы тут сказать то, что в основном я работаю с русскими разработчиками. Столкнулся я с американскими разработчиками только в нынешней команде. Самое главное отличие, вот, лично для меня это время. То, что, как там, часовой пояс. То, что ты, когда ты работаешь, они спят, а когда они работают, ты спишь. И это, капец, как иногда неудобно. Потому что если ты встал по какому-то вопросу, то есть ты не можешь продолжить, ты просто не можешь спросить, тебе нужно ждать конца дня и после работы ждать, пока ребята выйдут, чтобы с ними как-то законнектиться и продолжать все делать иногда вот в этот же вечер, чтобы сразу им показать, что типа все правильно. Вот для меня это прям, ну, самый главный минус. А так, из таких вот небольших незамечаний, а просто наблюдений, то, что разработчики США, я думаю, более такие лояльные. То есть в России мы, наверное, более резкие, да? Мы резче говорим, что когда нам что-то не нравится, когда что-то что-то делает не так. То есть мы прям тыкаем в это и типа говорим исправить. И у нас такой менталитет, мы привыкли к этому. То есть это не считается, иногда считается, но в основном не считается какими-то нагонами. То есть все принимают это и исправляют. А там же, насколько я заметил, такого нет. Все стараются как-то все это сгладить, что типа все в порядке. И из-за этого у меня другая паранойя возникла. То, что я чем-то им не устраиваю, и я не могу понять чем. И я даже не уверен, точно ли не устраиваю, или может они в восторге от меня. Я не знаю. Как-то так. Я понял. Окей. Ты говоришь, что ты общительный и любишь общаться с ребятами, с работой. Да. А сейчас ты сидишь дома и почти ни с кем не общаешься, скорее всего, по сравнению с тем, что было. Да. Как ты компенсируешь? Вы устраиваете какой-нибудь там, не знаю, совместный батл в танках там или что-то что-нибудь? На самом деле не особо. У нас компания организовала... Так, как эта штука называется? Когда все собираются на праздник. Корпоратив. Корпоратив, да. Просто корпоратив. Но у нас начался карантин, и его перенесли. И карантин, можно сказать, не заканчивается. То есть многие люди скажут, что карантин закончился. Нет, он не закончился. Сидите дома. Окей. А где должен был быть корпоратив? Так, в каком-то, по-моему, баре. У нас, по-моему, бар целый арендовали под это все. В смысле, в Питере? Да, да. Для питерских разработчиков. Ну, у нас, получается, в трех городах. В Москве, по-моему, в Питере и вот еще где-то. И то есть для местных прямо разработчиков организовали бар, что мы собрались и там... А, нет, подожди, может быть, не бар был, но это была игра, где там вопросы, и все быстро пытаются отгадать. Я не помню. А, ну, я понял, да. С квиз? Да. Производитель или как-то. Или квиз. Что-то такое-то было. Я сам не играл, но... Я тоже не играл. Еще хотел добавить то, что, чтобы меня не убили на работе. Я вспомнил момент, я должен был сказать, что они за год увеличились в два раза. И то, что сейчас у нас в компании около 200 человек работает. Вау, это круто. А в Питере, ты говоришь, что тоже есть ребята, а ты с ними лично вообще... Ну, я имею в виду, живое. Вот так получилось то, что в самом начале я только вливался в коллектив и особо ни с кем прям, ну, не дружил. А сейчас уже появились знакомства, но карантин, и мы не можем встретиться. То есть, да, так было вообще без проблем, мы могли бы встречаться, и было бы супер. Но, с другой стороны, у меня нет какой-то там грусти, как обычно бывает у экстравертов, то, что ты один. Мне и одному очень комфортно. Ну, окей, круто. Ладно, я думаю, на этом будем заканчивать. Дай, пожалуйста, совет еще раз ребятам, которые хотят двигаться так же, как ты. Что им в своей жизни, программисткой, скажем так, и дизайнерской, надо обратить обязательно внимание? Так, в самом начале, для базы, чтобы делать хотя бы что-то полезное, не нужны книги, а нужны видео с YouTube. Прямо смотрите видео с YouTube в большей части по UI, как делается, как что-то делается, какие есть правила и так далее. И чуть-чуть по X, чтобы понять вообще логику, в чем смысл этого всего. Книги почитайте потом, когда у вас будет уже профильная работа. Так, это в основном. Во-вторых, нужно повторять чужие дизайны. Я думаю, что, ну, есть, опять же, бесплатные видео уроки на YouTube, очень много, где люди просто делают, так сказать, стримы, где делают дизайны. Вот ваша задача просто под этот стрим делать то же самое. Даже не придумывать что-то новое. Это вот вы просто поймете, как это работает, где находятся нужные инструменты и так далее. Еще хотел сказать, что если вы выучите скетч или фигму, перейти с одного на другое будет абсолютно несложно. То есть намного легче, чем менять фреймворки. Даже если вам это близко. Потому что не очень похоже. Инструментарий тот же самый. Есть небольшие отличия, которые запоминаются банально за час. Так что вы учите хотя бы вот одно что-то из этого. Но обязательно вы учите, потому что как дизайнер интерфейсов вы должны это знать. Photoshop не прокатит. И наоборот, если человек, который нас смотрит уже веб-дизайнер и подумывает о том, чтобы учить фронтенд. Начать с верстки. Есть, ну, я буду по своему опыту говорить. Я начинал с того, что я просто взял темплейт с верстного сайта и пытался просто в нем заменять код, чтобы подставить свои картинки. Я пытался сделать для себя свой личный лендинг, но так как у меня не было знаний, я просто взял то, что мне нравится, и менял картинки. И потом мне нужно было что-то чуть-чуть подвинуть. И так вот пошло-пошло. Я понял примерно, как это работает. И дальше уже начал читать, смотреть видео. И научился. После этого, как вот вы освоите верстку, начинаете учить JavaScript. И вот только после этого можно начинать работать как-то с фреймворками, потому что без всего вот этого вот бэкграунда вы ничего не сможете. Или сможете, но будете прям неполноценным. По фреймворкам ты рекомендуешь с Vue начать? Я рекомендую начать с Vue, потому что Vue — это то, с чего я типа начал. И он для меня прям в сердечке. Он для меня родной. И поэтому я здесь вообще не объективен. Мне просто он нравится. Он очень клевый для меня. Окей, ну, я тоже от себя порекомендую, что там будет круто, если вы будете знать и Vue, и React. Уже два фреймворка повысят, опять-таки, ваши шансы на трудоустройство, куда вы захотите. Окей, ну что, большое тебе спасибо. Пожалуйста, тебе спасибо. Круто. Ребят, спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите нас лайком. Пишите свои классные вопросы и комментарии. И всем пока. Пока.